всем добрый день дорогие друзья сегодня готовим очень простой доступный бюджетный можно сказать деликатес из курицы если у вас есть курица и духовка можете готовить получается вкуснятина невероятная я для рецепта использовала куриные бедра и куриную грудку малое филе можете обычное большое филе все ингредиенты я напишу на экране под видео в описании все точное количество специй и куриной грудки и бедер на один килограмм куриную грудку нужно обязательно очень мелко измельчить можно перекрутить на мясорубке или мелко порубить ножом я буду в кухонном процессоре измельчать а куриные бедра режем вот такими длинными полосками куриную грудку я нарезала кубиками и измельчила в кухонном процессоре вот в такую массу и добавляю соль и все специи соль у меня обычная и также добавляем нитритную соль я добавила к ней две столовые ложки воды размешала хорошо и воду с нитритной солью я добавила курицы чтобы их соль нитритная хорошо распределилась если вы используете нитритную соль 0506 процентов то полностью все количество соли замените нитритной у меня нитритная соль 6 25 процентов поэтому я добавляю обычную соль и нитритную перемешиваем ориентировочно 5-7 минут так как у нас небольшое количество курицы если до двух килограмм достаточно пока масса станет липкой накрываю пленкой и ставлю в холодильник часов на восемнадцать можно немного больше на восемнадцать двадцать четыре часа то есть до завтрашнего дня на следующий день я достала из холодильника курицу и оставила на столе до тех пор пока она приняла комнатную температуру согрелась я буду делать два батона поэтому массу я разделила приблизительно пополам и у меня пленка для запекания в духовке мешок был я его разрезала и у меня получилось два таких больших листа и формирую рулет типа колбаски у меня здесь всего курицы было один килограмм 350 грамм ингредиенты я дам на один килограмм хорошо закручиваем в пленку и прокручиваем от себя несколько раз когда мы делаем это движение прокатываем то у нас колбаса уплотняется и становится более плотной если где-то воздух вы увидите пузыречки прокалить иглой через все слои пленки хорошо связываем края и перетягиваем кулинарной нитью обвязываем этот батончик чтобы его уплотнить и чтобы он был более плотный когда приготовиться как мы обычно обвязываем мясо точно также обвязываем этот батончик с колбаской или с рулетом концы обрезаем и будем готовить к духовке форму для запекания я застелила пекарской бумагой у меня получилось два батончик один более такой толстенький один длиннее но тоньше щуп термометра я буду ставить в батон который имеет больше диаметр и ставлю параллельно стала в самый центр там где она приготовиться позже всего а колбаса который имеет меньше диаметра на приготовиться немного раньше температура внутри батона у меня 24 целься нужно готовить до 70 если по фаренгейту то у меня 75 и готовлю я до 158 или 160 фаренгейта и ставлю в духовку весь температурный режим также вы увидите на экране и под видео в описании я вам не диктую чтобы не ошибиться термометр в этом рецепте желательно потому что вы не знаете точно какой диаметр колбасы и сколько по времени нужно держать колбасу в духовке при низкой температуре и чтобы она получилась более вкусная и качественная куриная колбаска у нас готова я ее охлаждаю на решетке до полного охлаждения и затем в холодильник на несколько часов чтобы она стала более плотно и застыла и тогда она хорошо будет нарезаться нарезается идеально можно даже совсем тоненькими пластами нарезать и цвет нашей куриной колбаски придает нитритная соль если не будет нитритной соли она у вас получится просто бело-серого цвета поэтому термометр и нитритная соль желательно приобрести без нее такой вкуснятины у вас не получится и также продлевается срок годности и добавляется шикарный вкус ветчинности попробуйте приготовить и вы готовьте как в будние дни так и к праздничной нарезке до новых встреч друзья и готовьте с удовольствием обязательно пишите свои комментарии кто приготовит